И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега. Мы продолжаем играть в Station Ears, продолжаем проходить здесь, отстраивать свою базу. И воздух, конечно, всё это шикарно работает, но нагревается, зараза, нагревается. Похоже, то ли из-за вот этих вот станков, то ли из-за чего, даже не могу сказать. Но дело в том, что 41,1 градуса по Цельсию уже, и надо строить какие-то системы вентиляции. Я вытяжку включил, потихонечку это всё вон качает, 84 кПс уже, поэтому потихонечку давление сбрасываем, обратно в систему закачиваю, обратно фильтрую, потому что у меня здесь, я ещё тут на джетпаке полетал, в общем, газы X здесь, и кроме кислорода, и поэтому дышать как-то не очень хорошо. Ну вот так вот, всё давление я скинул, воздуха теперь у нас нет здесь, кислорода в это помещение, и получается, что смотрю на свои трубы, это же просто трындец какой-то, ребята, это какой-то трындец. Здесь приходится такие схемы проворачивать, чтобы вот эту зелёную трубу я решил сделать под углекислый газ, который будет поступать в нашу конструкцию, пока ждал, ждал, пока давление скинется, решил построить вот такое вот здание, скажем так, или не здание, даже не знаю, ну в общем, такое вот помещение под гидропонику. Вроде как, побольше солнечного света надо, всё такое, и решил вот так вот из одних окошек захренечить. Получается вот такая вот конструкция, здесь какой-то технологический этаж будет, ну всякие там кондиционеры, трубы и прочая разводка, а вот здесь вот будет чисто так для гидропоники. Сделал освещение, сделал выключатель, здесь, понятно, какой-то аэрлог будет, ну что-то такое. И решил вот трубу подвести с углекислым газом, ну пока что это просто труба пустая, и приходится такие тут схемы проворачивать, что просто капец. Тут хрен чего, по факту ничего не поменялось, вот по количеству труб вроде как ничего не поменялось, но по внешнему виду и по удобству решил их только вот, ну вот так вот практически в пол спрятать, то есть они такие на стыке будут находиться. Ну и здесь стало возможно бегать, понятно, что здесь ещё ряд труб будет, но тем не менее. Ну и плюсом для Газа-Х, поскольку он будет выступать ещё в роли хладагента, у меня здесь для него сделан ряд охладителей этих радиаторов на саму систему рядом с баком, да? И вот здесь я решил ещё тогда сделать вот такую вот своеобразную змейку, вот так вот, вот так вот. И сюда тоже понавешаю радиаторов, пускай и охлаждается, почему нет? Потому что у нас надо будет тепло забирать из нашего помещения, отдавать туда, тепло надо будет забирать из помещения с растениями в будущем, поэтому нужно будет хорошее охлаждение, да, как-то вот так. Ну а здесь потихонечку систему я продолжаю разбирать, продолжаю её ковырять. Становится всё лучше и лучше, мне прям больше это нравится. Сейчас я вот здесь систему немножко... Она была как бы в пол, вернее, была в воздухе висела, сейчас я её вот таким образом на уровне пола сделаю, поэтому... И вот эта синяя труба, она будет взамен трубы с газом X. И к ней я подключу, например, какой-нибудь азот, например. Я просто ещё подумал, знаете, над чем, что у меня азот, он вообще никуда не используется, вот на текущую секунду, и поэтому, наверное, было бы вот так вот. Было бы, наверное, неплохо его сюда как-то сделать. Так смотрится гораздо интереснее. Это у нас по синей трубе пойдёт, пойдёт у нас, например, что у нас? Углекислый газ и азот. Вот, самое главное, не намудрить с этими трубами, потому что потом исправлять, это же вообще жесть такая. Всё, систему я запитал, получается, да? Да, всё, у нас пошёл азотец в эту систему. Пошли проверим сразу же, как это всё будет работать. Так, бежали, припрыжку. Я уже баллон перекрасил и поставил один из баллонов туда его. Так, давление? Давления нет. Открываем. Так, ещё раз проверяем, чтобы у нас газы не смешались, ничего не было. Здесь у нас топливо. Всё правильно. Здесь у нас пусто пока. Здесь у нас азот. Здесь кислород подаётся, здесь кислород, поэтому без проблем. Это мы включаем. Так, это пускай, да? Теперь здесь 5000 стоит, тоже включаем. И он начинает нам сюда накачивать азотец. Чистый азот. Теперь, что надо сделать? Надо сделать охлаждение в нашем помещении, поэтому вот эту систему, магистраль с газом X, во-первых, на неё надо повесить кучу радиаторов. Труба длиннющая, поэтому штук 30, наверное, сделаю. Вот так будет гораздо веселее. Вот такая вот у нас стена, стена охлаждения, стена холода. Прям фантастика. В одном рядочке 17 штук, по-моему. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, да? 17 штук в одном рядочке. Минус 104 уже. Хорош, прям вообще хорош. И его мы будем использовать везде для охлаждения. Для охлаждения нашего помещения жилого, для охлаждения нашего комплекса сельскохозяйственного. Ну, в общем, как-то так. Короче, я вижу два варианта. Первый, это поставить wall cooler, вот такой. А второй вариант, это поставить кондиционер какой-нибудь. Если я всё правильно понимаю, я вот их никогда не строил, это будет первый опыт, поэтому будем вместе разбираться. Смысл в чём? У него есть труба входная, у него есть труба выходная, и есть отходы. Так вот. Короче, у него какая-то система такая, что он не использует... То есть у него... Вот эту мы берём хладагент, грубо говоря, ГАЗ-Х в нашем случае, и подключаем, по-моему, квасты, к отходам. А сюда заводим кислород, например. Как-то так это должно работать. Здесь я хочу сделать ещё один airlock, ещё один вход-выход. И где-нибудь, например, вот здесь, да, можно сделать, чтобы засасывал, а здесь выпускал. гуглить же лениво, охота самому разобраться, поэтому я его подключил здесь, штатно, так скажем, проверить, в общем, как это всё будет работать, и будут ли смешиваться газы, либо ещё что-то. В общем, в сам кондиционер я подвёл кислород. На выход тоже была пустая труба, и здесь я подключил вот наш азот к этому, ко второму выходу. И получается, да, действительно, смотри, здесь у нас чистый азот, то есть у нас здесь не перемешивается, на самом деле, хладагент сюда подходит и сюда, соответственно, скидывается. Либо тепло он сюда отводит, либо ещё что-то. Поставил 24 градуса, здесь у нас в трубе минус 11, а здесь 22,2. Но он сюда продолжает накачивать давление. Давление растёт, температура, соответственно, должна падать, по идее. Он пытается её нагреть. Ну, в общем, дело такое. В целом, в целом система понятна. То есть мы, как я, вернее, с самого начала и говорил, то есть мы должны сюда подвести одну вентиляцию. Эта труба будет ко второй вентиляции, и, в общем, обе трубы будут брать воздух из одного и того же помещения. Ну, и хотелось бы как-то симметричненько пассивную вентиляцию вот таким вот образом сделаем, да? Её по-хорошему надо вообще как можно дальше разнести, потому что здесь у нас будет тёплый воздух выходить и тут же забираться. Ну, так-то. Так-то. По-хорошему, если, да? По-хорошему, если... Но, с другой стороны, у нас этот воздух один хрен, он будет нагревать и... Другой вопрос, что с другой стороны у меня тоже будет тайр-лог и... Ты-ты-ты-ты-ты-ты... И... Что-то мне непонятно, как я всё хочу эту систему сделать. двери же у нас здесь будут двери могут мешать вернее они не могут они будут мешать если мы вот здесь вот пробросим трубу то двери в дальнейшем будут мешать поэтому наверное я все-таки вот таким вот образом сделаем давай как-нибудь так сейчас мы что-нибудь и сюда надо будет подвести тогда трубу с газом x теперь сам аэрлок аэрлок господи кондиционер кондиционер у нас что будет делать нам бы его расположить так чтобы с одной стороны ну допустим да чтобы допустим с одной стороны у нас было как-то вот так например это у нас будет воздух попадать из комнаты а вот здесь он будет улетать обратно в комнату провода теперь надо питанием подключить питание у нас ближайшая вот она вот она ближайшее питание давай как-нибудь другой вопрос что хотя нет наверное ничего там не помешает ты не укатывайся туда иди то так все здесь мы сделали газ x подключили это подключили это у нас будет воздух одна труба забирать это будет одна труба выдавать наверное плохо все таки что они рядом но но пофиг я думаю вполне себе нормально должно работать давай сразу же проверим здесь у нас газ xd с температурой минус 112 градусов хорош хорош и потом вот эту систему еще надо кстати кстати систему вот эту надо будет еще нам продолжить как-то отлично а вот здесь вот пойдет кислород который мы возьмем например вот отсюда или сюда прям в систему будем его запускать потому что мы оттуда будем его забирать фильтровать наверно наверное а может быть мы просто со всяким шлаком вот эту трубу возьмем и протянем ее сюда а там уже ну то есть все что не нужно из этого помещения будем скидывать в эту трубу и пускай она там уже в той комнате фильтрации там как-то само порядок на воде да в принципе можно проводить тест драйв что нам нужно делать это все скидываем хотя беспорядок у нас тут опять какой то вот так вот на место все убираем так погнали теперь открываем давай давай открывай хорошо так сейчас мы это дело все включаем оно все начинает у нас накачивать воздух тут же автоматически начинает подогревать его а нужно ли мне его подогревать если у нас будет кондиционер работать вот в чем вопрос температура минус 12 правильно правильно и теперь ладно здесь убедились здесь все нормально работает так ну ка все эти вроде бесшумные вентиляция сильно шумит есть пошли пошли теперь с кондиционером разберемся включаем отлично он заработал и надо будет сделать автоматическое включение кондиционера то есть он у меня стоит без воздушном пространстве поэтому мне будет пофиг на его шум да так здесь подводится у нас температура минус 10 и 6 здесь минус девять с половиной девять и три здесь минус сто четырнадцати один ну то есть он излишки тепла получается должен скидывать сюда то есть он должен по идее нагревать сейчас он будет еще делать не знаю чем будет делать но там куча куча радиаторов стоит поэтому мне сильно кажется что один кондиционер не сможет даже прогреть всю эту магистраль мне этого и не надо мне как раз задача такая чтобы эта магистраль загаза микс была максимально холодной вопрос заключается в том что мне нужно автоматически включать кондиционер 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 а можно прям с газового сенсора брать значение и подавать его как единицу на сигнал включения да то есть ладно мы ладно вот это вот штука это как бы питание а вот кнопку чтобы нажать то то есть мне надо чтобы он сам включался вот в чем дело с газового сенсора мы берем значение давление включаем давление 35 пока что килопаскалей и продолжает расти потому что у нас работают наши эти вентиляции потихонечку они там накидывают давление лоджик райтер берет значение с лоджик ридера считывает здесь мне нужен лоджик ридер а вот он рядышком прям отлично и отправляет это значение на кондиционер как ты правильно называешься air кондиционер да смотри как красота какая на air кондиционер он отправляет сигнал на лог включение это по-моему просто кнопка да по-моему open кнопка отвечающая за вот это вот старт режим lock on open по-моему open то есть если я сейчас включаю его то у меня значение с лоджик ридера записывается сюда и он должен стартануть по идее да вуаля все то есть теперь у нас питание на air кондиционере всегда есть и собственно когда я буду заходить в игру мне не надо будет ломиться в этот подвал и нажимать на кнопку старта вот этого кондиционера он будет автоматически запускаться и в целом мне тогда система которую я наградил с тепловыми вот этими штуками вот они стоят эта система нацелена на то что здесь я сначала как делал смотрите как бы показать то выключу свет чтобы было цифры видно я сначала ее обозвал memory 24 потому что я хотел отслеживать на этом сенсоре температуру и рассчитывал что у меня здесь будет 24 градуса ну то есть обычная схема сравнения и думал что температура будет в нем измеряться в цельсиях но хрен там ночевал этот сенсор измеряет температуру в кельвинах и поэтому в кельвинах 24 градуса будет приблизительно 297 точка 15 по моему но я поставил 297.1 что-то типа такого в общем это у меня 24 градуса по цельсию получается то есть 297.15 по кельвину это 24 градуса по цельсию ну что-то такое короче не стал вникать просто поставил и все и не парюсь здесь у нас чистый кислород пока что вот накачалась накачалась 37 кп а почему так мало почему ты не растешь температура вижу растет опять что-то заглючило похоже да а может быть может быть у меня тупо кислород закончился пошли посмотрим проверим проверим кислородец кислородец у меня запитана все хорошо да я просто проверяю уже не мог просто из трубы взять забрать сколько есть сколько здесь ага что прикольно что бежим копать оксайт что делать оксиджен оксиджен по нулям вашу Машу этот пытается замешать топливо но у него ничего не получается потому что оксайта нету ну и что ты мне показываешь 33,67 ну такое себе он там сейчас будет мешать ладно, надо срочно оксайта накопать ладно, еще одну одна ходка закинул плавиться 2,3 мегапаскали уже более-менее нормально ой, упал уже более-менее нормально так что пошли проверять как сейчас будет а то они у нас вхолостуют эти фильтры работали давай-давай много не надо накачивать у нас все равно здесь о, 97 вот другой разговор 98 температура 3.8 3.7 хорошо 98 килопаскалей и где-то на 101 102 где-то у нас вентиляция должна будет отключиться 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 ну-ка эй почему я тебя вот все нормально кстати 5001 нормально это кстати тоже нагревается наверное из-за этого давление растет да и сюда кислорода тоже не хватало так соточка давай ждем 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 отлично сейчас как только 101 ловит вот это газ сенсор и тогда будет все хорошо вот эти кстати слышите вот эта хрень гудит очень сильно ну вот эти по моему фабрикатор с компьютером вроде как бесшумные так 101 и в принципе все сейчас как только дойдет до 102 у меня должно погаснуть вот здесь давай 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 ну давай уже ну давай хочу тишины хочу тишины сегодня вообще для меня для вас это нормально для меня получилось прям слишком долгая серия прям реально слишком долгая о все выключились выключились все 101 килопаскаль накачали и температура у нас температура у нас 4.4 4.5 ну потихонечку растет потихонечку растет я потом надеюсь что так же потихонечку она будет и убывать и вообще она будет держаться на уровне но давайте наверное я все таки дождусь хотя это будет капец толка да вообще тишина фабрикатор пофиг фабрикатор бесшумный слушай классно вот все освещение выкинул в целом уже можно шлем снимать но тогда пойдет сюда углекислый газ я бы не хотел я бы не хотел чтобы у нас здесь был углекислый газ я хочу в любом случае еще потом я буду здесь строить аэрлок поэтому мне придется еще раз систему эту откачивать хотя с другой стороны пофиг давайте давайте где у меня тут unlock mask open mask helmet opened и мы о да о да фантастика шлем хоп нам будет сделать себе новый шлем кстати все смотри почти убитые шмотки так рюкзак пояс о да в форме кроссачах каких то смотри прикольно а можно и формы снять шесть с половиной градусов ничего там не болтается у нас снизу ну ладно не видно вот вот база все работает кислородец есть 102 кп и ну то есть она нагревается давление растет и свыше 102 кп у нас будет уходить вот в эту вентиляцию и через клапан обратного давления сбрасываться в систему да как то так но посмотрим как будет работать кондиционер будет ли он охлаждать будет ли он охлаждать это что-то реально приходится прям вообще конкретно ждать долго потихоньку прям девять с половиной прям потихонечку потихонечку у нас прогревается еще больше надо поставить этих нагревателей чтобы догонять температуру до приемлемого уровня но ну как бы разово разово то есть мне я так полагаю нужно докачать до приблизительно до 24 или сколько там комфорт температура но я что-то решил что 24 градуса вполне себе нормально и поэтому но пока пишет что довольно холодно холодно но в целом не че так в целом не че так мы нормально нормально здесь существуем да 10 градусов а вот смотри 10 градусов 10 и 1 уже показывают беленькие цифры то есть уже вполне себе да мурашки волосы на ногах смотри дыбом встали холодно все равно поэтому вот эти консоли вот эти шумят ну плевать пускай она там шумит где-то поэтому вот за что боролись в первом сезоне я там всяких трансформаторов всякие консоли и тому подобное навешал и было как-то не очень круто из-за того что что-то постоянно шумело что-то еще там как-то происходило а сейчас смотри вот тишина то что надо надо единственно только будет потом сделать еще себе новые костюмчик себе надо будет новый сделать шлем новый сделать можно например покрасить в какой-нибудь цвет синий у меня никакой краски нету да блин лампочки не хватает здесь это я уже потом достраивал и ну-ка шлем шлем говорю light on а он не будет работать потому что питания нету да я понял тебя вот же у меня краска всякая тут есть смотри ну-ка давай шлем снимем здесь у нас например желтое красное черное давай в красный цвет покрасим себе шлемофон во круто есть пояс не красится ну вот такой прям красный 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 белый прикольно ну смотри 11.8 довольно медленно растет температура эй какого хрена блин это у меня этот закончился два вот этих вот нагревателя вообще конское количество энергии забирают пошли проверим пошли проверим так одеваемся на этом включаем мы есть шлем закрываем закрываем маску так давай посмотрим чего мы накачали у нас сейчас в атмосфере вот сколько времени я стоял сколько времени я стоял да где у меня теперь находится я куда-то скинул я же побежал копать и я все это дело скинул где-то оно давай где-то оно здесь должно валяться ну-ка давай открывай вот оно добро которое я перед копанием скидывал так а у нас там не покажет теперь да я хотел вот это посмотреть вот да она разрядилась и теперь заряжается да батарейка такая себе но это как правильно сказать это две вот этих зарядки они конское количество ну не зарядки обогревателя они конское количество энергии высасывают нам будет потребление потом посмотреть вот все так что у нас здесь газа икс немножко а с чего бы газ икс здесь был а потому что я с открытой маской бегал да и был выключен кондиционер и у нас в общем открыт короче вы поняли наверное наши вот эти вот отходы они все в атмосферу поэтому нужно будет еще как то сделать систему которая будет фильтровать воздух который будет который будет фильтровать воздух в принципе можно прям вот к этой системе ну там кстати трубу видно да прям к этой системе можно будет рядышком поставить еще один не аэрокондиционер а фильтр и прям вот к этим двум можно будет подрубиться к этой же системе вот к этой и туда в этот фильтр воткнуть что можно будет воткнуть а можно будет воткнуть собственно этот два фильтра там же две дырочки то есть можно будет воткнуть туда на co2 и на газ икс у меня где-то было вот на газ икс у меня есть и на воду ну на углекислый газ еще сделать фильтр и их два воткнуть и все воздух подавать обратно в эту же трубу а углекислый газ с газом икс ну вот эти вот все примеси в общую магистраль да наверное так и сделаю в любом случае ребят все температуру мы будем смотреть как эта вся регулировка будет она работать не будет но в любом случае пишите мне в комментариях как лучше построить эту систему и будет ли работать моя система может быть я уже какие-то ошибки сделал в любом случае пишите в комментариях и всем спасибо за просмотр увидимся в следующем видео а с вами был Серега всем счастливо всем пока 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 пока